Ну, наконец-то, цивилизация. Теперь это будут самые яркие каникулы. Эх, Наташка, жаль, что ты не настоящая. Здрасте, вы, наверное, администратор? А ну-ка, Натусик, подожди. Ты кто вообще такой? Ну как кто? Игрок. Хотел бы у вас расслабиться. Судьба у нас одинаковая. Я тоже всё в карты проиграл. Да это же бомж. Надеюсь, он не голодный? Не, ну бери картонку, ложись, отдыхай. Ой, простите, кажется, не туда попал. Я думал, это игротека. Игротека. Слава богу, что ж вы так пугаете? Была здесь лет 10 назад до пожара. Курочка в духовочке запекается. Ой, Егорчик, ты уже вернулся. Я скоро умру от скуки. А глаза какие красные? Наверное, от конкуктера? От слёз. Рыдал полдня, я домой качу. Зачем тебе тот город нужен? Дай хоть лёгким почувствовать, что такое свежий воздух. А я-то думаю, чё я кашляю, уже хотел флюорографию делать. Дышат заводами своими, рано тебе ещё ехать, отдыхай. Бери вон лопату, иди в огород, отдыхай. Да спасибо не надо, с топором надыхался, руки все в мозолях, еле сжимаются. А это точно топора? У тебя девушка есть? Да ну ба. Ну прости, просто спросила. Значит нет. Отлично время провожу. Сижу в халупе, туалет на улице. Знаешь, не такими я себе каникулы представлял. Зато, внучок, хоть будет что вспомнить. Да после такого мне не то что вспомнить, а психолог понадобится, чтобы забыть. Вот то сидите в своих сарафонах, глаза портите, мозги плавите. Бабушка, смартфоны. Да хоть саксофоны, наша молодость без них прошла, зато воспоминания остались. Как всей семьёй в одном тазике на кухне под свечкой купались. Ну это уже когда дети появились, а молодость у нас бурная была. Ой, чувствует моя душа сейчас начнётся. Эх, а времена-то хорошие, вот как сейчас помню, было это... Стоп, а когда же это было что-то, не могу вспомнить. Хух, пронесло. В общем, молодая я тогда была. Всё, мамулечка, мы пошли. Смотри мне, и чтоб никакого спиртного потанцевала и домой. Мамочка, ну какое спиртное, мы же будем в доме культуры. Дорогая, я знаю, что говорю. Тоже один раз по молодости сходила, теперь стою с тобой разговариваю. Не волнуйтесь, Пантелеевна, я буду рядом. Как-никак сын председателя колхоза. С тобой не страшно отпускать, ты мальчик хороший, но всё же волнуюсь. Пока-пока. Веди себя достойно, и не забывай, что ты дочь учительницы. Всё, она зашла домой. Ну наконец-то, господи. Вот так-то лучше. Я готова. Ах, как же я соскучился, братик, за гражданкой. С возвращением, сиплый. А где служил? А-ха, десантура, братан. Повтори ещё раз, я ничего не слышу. Говорю, здесь очень шумно. Может, лучше пойдём на звёзды посмотрим. Скоро пойдём. Моя любимая песня. Братанчик, смотри, какая комсомолочка. Ага, только она не сама, он штрих какой-то с ней. Дружище, а возьми-ка этого пуделя на себя, а я пока к малой подкачу. Не вопрос. Здоров, интеллигенция, может, в картишки поиграем? Азартные игры до добра не доводят. Так мы просто сыграем под интерес. Не, ну если под интерес, то можно. Девушка, останьте моей женой. Ну, только не говори, что ты взяла и согласилась. А ты попробуй не согласиться, когда у него граната в кармане и кукушка отбитая с армией. Обалдеть, а родители как твои к этому отнеслись? Не, ну как отнеслись, с пониманием. Познакомься, мамулечка, это мой жених. Здрасте. Ну, а ты теперь у нас бабушка. Сходила на дискотеку. Ну и в общем-то на этом моя молодость закончилась, но зато есть что вспомнить. Да, бабуля, еще за наше поколение что-то говорите. Ладно, хватит лясы точить, а город сам себя не перекопает. Намек понял. Папочка, это точно он. Да, с виду и не скажешь. Наверное, закапывает свою очередную жертву. Да когда последний раз этот огород поливали? Как будто не земля, а асфальт. Ну, здравствуй, наш сельский маньяк. Не понял, ща поймешь. Мама! О! Мама! Мама! Продолжение следует...